Торговая марка 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 Спинка, спинка, и мы прошли, я сделала вид, что я ничего не заметила. Но на самом деле я ничего не заметила, что там было за спинкой. А что там было за спинкой в итоге-то? А там были роскошные тюльпаны, у нее брезными кончиками, такие бело-оранжевые, желто-оранжевые. Какие красавцы. Да, потому как цветы заранее не заготовишь. Подарки я заготовил, а цветы пришлось идти 8 марта в утро. Сранья поранее, сранья поранее. Общность, мужики, все с утра, не совсем проснувшиеся. И очень печально достающие деньги за эти цветы из кармана. Суета с цветами, они не успевали, продавцы, в общем, подавать эти цветы. Конечно, очень интересно наблюдать, день в году такой. Давайте к тематике 8 марта мы еще вернемся и расскажем нашим телезрителям, что мы сегодня будем готовить. Потому что мы сегодня готовим то, что обычно готовите вы у себя дома. Мы готовим обычно, значит, первое блюдо. Ну, не только это, мы вообще готовим. Расскажи про свое блюдо. Да, меня научили такую малобюджетную лазанью из лаваша. Замечательно. Ну, тоже, это вариант лазанья, который экономит время. И время, и деньги. И я вам скажу, нет большой разницы между лазаньями как бы фирменной и домашней, и временной, на самом деле. Прекрасно. Ну, вообще, лазанья там, я почитал там немножко, я готовился. Вот, влечет меня. Это якитори из курицы. Якитори – это японское блюдо. Случайно попался рецепт, мне понравилась композиция ингредиентов, которые там указывались. Вот, я решил попробовать. Еще пришлось по вкусу и гостям, и нам. Якитори – это, вообще, в переводе, жареная птица. То есть, у нас будет, наверное, как-то интересно замаринованное мясо. Да, да, да. Ну, там вот фишка вся в этом маринаде. Там используется имбирь, который придает вот этот специфический вкус. Сочетание слоя меда, имбиря, жгучей горчицы и чеснока в итоге получается очень заботой. Давайте тогда начинать готовить. С чего начнем? С какого? Ну, давайте, наверное, с мяса, потому что оно все-таки должно промариноваться. Лучше, конечно, его оставлять на ночь. Если вы ждете гостей завтра, то лучше его приготовить сегодня вечером, а завтра его уже… То есть, замариновать сегодня вечером, а завтра готовить. Ну, давайте тогда приступать. Как мы будем это мясо нарезать? Командуйте, раздавайте указания. Ну, давайте, вот вы чистите. Я затерпеть не могу делать. Чистите чеснок. А что, весь чистит чеснок? Чеснок должно быть много? Ну, две головки, я думаю, будет достаточно. А я пока займусь вот этим чудом филе. С учетом того, что филе куриное потом необходимо будет насадить на шпажки? Как оно нарезается? Ну, надо нарезать такими средними кубиками. Процион. Да. Порцион. Кто у нас вообще дома чаще готовит? Ой, трудно сказать. Я готовлю, Юра готовит, нас все готовят. У кого есть время, тот и готовит. Ага. То есть, в принципе, кто в первую очередь пришел, тот ужин и приготовил. Четкого разделения. Нет, мы стараемся так, чтобы у нас к ужину все было готово. Только разогреть или... Ну, у нас такой ритм работы, что у нас не получается вот совместные обеды, там, завтраки, ужины. Мы все в разное время... Только по праздникам. Только по праздникам и по выходным дням. Ну, да, и есть что-то святое. Это утро, мы пьем вместе обязательно кофе. То есть, это вот действительно каждодневный утренний эмоцион у вас? Ну, по возможности. А если говорите о любимой кухне, это обычно что? Значит так. Ну, как-то мы всеядные, но предпочитаем больше, наверное, все-таки мясо и овощи, да? Мясо, да, если это вот в сезон, осень, когда... Это мое любимое время года, когда первый день рождения, осень. А во-вторых, осень, она богатая, урожайная. Когда перцы, когда баклажаны, когда все это, когда это все с поля. К нам друг приезжал, он мне было в Молдове 27 лет. 27 лет. 27 лет. Он говорит, что какая у нас кухня, какие у нас фрукты, овощи. Он в Германии живет, картошечку мы любим. Картошечку любим, да. То есть, в принципе, достаточно пища такая простая. Да. Ну и, конечно, очень приятно иногда устраивать просто семейный ужин. Если мы в пятницу, допустим, так получается, что у меня нет спектакля. В пятницу Оля приходит немножко раньше с работы. И дочка наша уже, которая приходит вечером, завтра выходные. И мы можем что-то такое организовать, какой-то такой... Филмулец посмотреть. Приятно, как это сделать. Филмулец, да. И что-то вот. Мне очень приятно порадовать, побаловать чем-то вкусным. Но я так понимаю, что вообще вот такие вот совместные какие-то мероприятия, это вот один из секретов такого долгого брака. Ну да. А вообще сколько лет вы вместе? С 1800 какого прошлого века? Ну, Аринишка, вот сейчас... Арина – это дочка. Арина – дочка. А вообще, а сколько лет дочке-то? Ну, Аринке было 17 лет. И вот считайте, сколько мы прожили, 17. Арине вспомнилось 17. То есть, а вы до этого были какое время? А мы были лет 8. Лет 8? Просто общались? Или у вас были отношения? Как все это произошло? Были отношения. Были отношения, потом не были отношения, потом 5. Были как-то так все... Я учился. А я была уже готова. А Юра учился. А потом он вырос. Так, Ольга, а вот в итоге чем-то таки захомутали? Не знаю. Чем взяли его в оборот? Не знаю. Кулинария. Ага. Она меня подкармливала. То есть, а до этого говорили, что все-таки больше готовились... Ну, то есть, нет такого как такового разделения. Нет, я же жил... Я приехал от мамы. То есть, и там было, в принципе, в кулинарном плане все хорошо? Ну, да, да, да. Там было не просто хорошо, там было супер. Там было первое, второе, третье, четвертое, пятое. На завтрак, на обед и на ужин. Ну, вот мясо я уже нарезал. Ага. Вот такие кусочки у нас получились. Ну, чтобы почувствовалось что-то во рту. Мельче не надо, чтобы они не высохли. То есть, как говорится, крупному куску рот радуется. Ну, да, конечно. Мы люди от земли, мы любим все так попроще, покрупнее. Ага. Хорошо. Что нам для маринада необходимо? Так, теперь сюда, в это мясо, мы будем класть маринад. Мне нужен соевый соус. Соевый соус, да, пожалуйста. Мед. Мед тоже есть. Что еще? Мед. Кстати, а самое главное, в каких пропорциях? Вы знаете, я вообще, там были указаны пропорции, но я понял, что это совершенно не обязательно. Все можно делать на глаз и на вкус. Я не доверяю своему вкусу, поэтому... Так, поэтому на глаз и льем соевый соус. Не жалеем, так чтобы это все замариновалось, хорошо. Эконом мне, эконом мне, Еваниколай Иванович. Браво. Если я дома уже и залить. А с другой стороны, Ольга, вы же не дома. Соус казенный, можно лить полностью. Машинально. Вот, теперь мы сюда положим еще мед. Мед, не жалеем. Хорошо, что он жидкий. То есть, опять же, это такое сочетание сладкого меда и имбиря. Сладкого меда, соленого соевого соуса, вот этой жгучей горчицы. Ну, вот так, пожалуй, достаточно. Главное, без финички. Теперь мы сюда добавим еще вот эту горчицу. Горчицу в большом количестве. Ну, вот сколько есть. Кстати, к слову о горчице, совсем недавно за рубежом попробовал горчицу и понял, что она абсолютно безвкусная. Она совсем не горчица. Это просто какой-то горчичный соль. Мы-то привыкли к кедреной такой. Не хочу, я сейчас без слезы. У меня сейчас слезы пойдут, и что? Горчица должна быть такой, чтобы попробовал нос пробил. Ну да, влюбленная русская горчица, конечно, нормальная. Кстати, очень полезный продукт, оказывается, это один из десяти продуктов, которые помогают сжиганию жиров. Ага. Что говорите? Горчички дайте, пожалуйста. С этого места поподробнее. Поэтому вот это сочетание очень, это хорошо кушать мясо, особенно если оно жирное, свининое, вот с горчицей, с хреном, с перцем. Так, и сюда мы добавляем теперь имбирь. Ну, с имбирем можно как-то поаккуратнее, чтобы его не переборщить. Можно и свежий имбирь натереть, но я предпочитаю вот такое. То есть так, чтобы не заморачиваться. А можно, знаешь что, можно когда-то приготовиться, вот такой аромат, пару калечет сюда, баш, и все. Так, чеснок. Еще? Юра, я... Теперь чеснок. Причем чеснок тоже в таких же количествах, как горчица и мед, не жалеем. Не жалеем, не жалеем. Мясо, оно достаточно постное, сухое, в куриное филе, оно впитывает в себя. Довите еще, Юра. Кстати, есть прекрасный способ отваривать куриную грудинку. Можете как-то попробовать совсем. Один из наших гостей рассказал на программе. Подогревается молоко, в него целиком опускается грудинка, туда добавляется соль, вот все специи, которые вы хотите именно к мясу. Доводится до кипения, выключается, оставляется на 30 минут. Она настолько сочная, вкусная получается, мягкая, никакого привкуса молока. Я думала, вы сейчас скажете, никакого привкуса мяса. Не, ну сырое, наверное, ее надо хорошо так разложить, эту грудинку, не на косточки. Нет, вот в том-то и дело. Я прям не поверил, дома повторил, все получилось. Прям на косточки, да? Прям на косточки. Главное, молоко не разбавляйте. Надо попробовать. Так, теперь мы сюда добавим еще зелень. Давай порежем. Зелени тоже, не жалеем, как больше, да? Вот когда покупаешь на рынке зелень, фрукты, овощи, все надо нюхать. Чтобы оно пахло петрушкой, или на них лоркой, или чем-нибудь еще. Передайте, пожалуйста, картофель подмухать. Юра, слушай, а если вот эту всю жижу, соевый соус, специи, мед, раскидать в воду. Предварительно. Да, размешать. И тогда вот, ну что, можно и так способов. Потом мед, я просто смотрю, что-то тянется, я думаю, что здесь тянется. Я сейчас не на роду, а потом грубилось, да. Вы знаете, просто мужики же обычно как делают? Они все до кучи, намешали, потом все, готово, чтобы не заморачивались. Ну, чем отдельно, там, размешать. Я считаю, что любое блюдо, даже самое простое, если оно делается с любовью, с хорошим настроением, оно по-любому будет вкусное. Ну, я не знаю, как можно испортить. Да, кстати, это очень важный ингредиент. Изготовление любого блюда, позитивно, счастливое состояние. И еще, знаешь, я для себя недавно открыла тоже такую вещь. Люди, которые вот получают удовольствие от пищи, вот они и умеют готовить. Им не нужны никакие книжки с 5 грамм имбиря, 3 грамма горчицы. Вот такое вот, они все делают. Заметил еще один маленький момент. Чем проще блюдо, тем обычно оно вкуснее. Конечно. Никакого огромного количества ингредиентов. Сейчас, конечно, французы, наверное, обидятся. Знаете, поговорку эту, знаете, что бог создал пищу, а дьявол создал повара. Такая поговорка. Серьезно. Потому что начинается соединение, то, что соединить невозможно. Я могу лучок пока порезать. Так, а теперь смотрите, смотрите, что я делаю. Сейчас, по-моему, хитрость какая-то. Я заканчиваюсь этим делом. Да. Значит, я предпочитаю все это делать руками. Вот это мы все сюда соединили. И теперь вот просто так это все надо хорошо замесить. Мне понравилось, Юрий. У вас даже такое театральное движение. Ой, да. Да, но это я. Так, хорошо. Все это замешивается и на сколько оставляется? Ну, так же, чтобы по минимуму. Ну, по минимуму сколько? Минут 20, полчаса. Да, полчаса это минимум. Обильная сленая. Но желательно, конечно, чтобы это было пару часов. Чтобы промариновалось, как полагается. А на ночь есть возможность. Ну, ты когда гостей ждешь, ты же не пришел сюда и сам. Ну, конечно. Ты же чуть-чуть заранее. А вот, кстати, к слову про гостей. Можно попробовать? Конечно. И как? И тут же салфеточку. Я думал, вы возьмете сейчас кусочек мяса и попробуете. Легко. Нет, сырое мясо, кстати. Сырое мясо уже можно есть. Хорошо. Вы сказали про гостей. Вот давайте представим ситуацию. Через два часа приходят гости. Так. Не проблема. Что будете готовить? Чем будете их уделять? Не проблема. Картошка в доме всегда есть раз. Закрутки домашние всегда есть два. А ведь извините, как известно, картофель бывает жареный, пареный, вареный и так далее, да? Чистится, крупно режется. Масло, соль. Побольше масла. Нет, меда не туда не надо. Я бы добавил. И просто в духовку. И все. Запекается там, ее даже мешать не надо. Потом дома всегда есть какие-то консервы. Овощные домашние. Да, мы очень любим делать закрутки. Да. Как правило, я все чищу. То есть, поэтому, Юрий, вы сказали, да, что осень это варшивое время. Дима, а что самое интересное, что самое интересное, я всегда все чище, мою нарезаю, а Юра уже там все. Оно мне так, как подсобный рабочий. Там вот такой казанстый, я бы даже не достану. В этом году, кстати, я впервые сделал кетчуп домашний. Двух видов. И сливы, и соль. Сначала вишневый, сливовый и томат. Вот у каждой хозяюшки есть же свои фирменные консервы. Есть рецепты. Ну, а и мы так говорим про эти консервы домашние, вот просто все, слюнки текут. Так, Ольга, вы, кстати, зачем начали лучок нарезать? Начинаю лучок нарезать для того, чтобы готовиться к лазанью. Ага, то есть уже во второй части мы начнем готовить лазанью, правильно? Да. Пока у нас будет мариноваться мясо. Это у нас уже осталось. Пускай оно промаринуется. Какое-то время мы его оставим в покое. И приступим сейчас к лазанью. Но это, друзья, будет через буквально две минутки. Вы пока смотрите короткую рекламу. Ну, а мы скоро вернемся. Дорогие друзья, в эфире вторая часть кулинарной программы «Азбука вкуса». У нас в гостях телевизионный режиссер Ольга Андрющенко. А кроме того, супруг, актер театра Чехова Юрий Андрющенко. Вот посмотрите, сколько лет они уже вместе как любят друг друга. А в чем секрет? В том, что они вкусно готовят. Сегодня они нам это демонстрируют. Сегодня мы готовим лазанью. И кроме того, вот такой, как вы сказали, называете? Якитори. Якитори. Якитори, запомните. Жарелая птица. Я чувствую, что я начинаю на японском. Не чувствую, что я с вами на японском. Так, хорошо. Да, кстати, я забыл вот это безобразие. Далить еще один важный ингредиент – растительное масло. Масло может быть любое, но мы… Вероятно, потому что грузинка сама суховатая, поэтому… Мы предпочитаем обычное подсолнечное масло. Наша молдавская, подсолнечное масло. Ну, тут, в принципе, наша молдавская оливковая. И оливковая масло, но, поскольку мясо достаточно суховое, оно придает… Ну, это… Это хорошее масло. Это даже очень хорошо. Да, даже так. Так, все. Теперь опять это все перемешать надо. Да. Жри, опять руками? Да. Нет, я… Знаете, вообще, вот руки же, они же… они же чувствуют. Угу. Вот как… ложкой – это не то будет. Совершенно. Меня, кстати, в свое время тоже учили. Одной ложкой… Ну, то есть, если уже хочется, если не пачкать обе руки, а только одну, второй же надо, потом кран открыть, правильно? Ну, да. Можешь как-то взять? Она должна быть чистой. Вот. То одной ложкой и остальной уже рукой. То есть, салатики вот так вот намешиваются. Да, и салатик. Ну, это ж… руки, они же… ну, что может быть лучше? Человеческая рука. Еще универсальный аппарат. Да. Можете все. Юрий, выглядело примерно… обожаю их. Дима, 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 у нас… я совсем забыла. Бешамель надо готовить, чтоб он остыл. Что надо делать? Бешамель? Да, да. Ой, так давайте же тогда приступим. Поехали. Да, поехали. Включаем плиту Ханса. Не люблю его делать, но приходится… Почему не любите? Ну, не знаю. Ну, там не та мука, которая вечно… комочки, вот это все. Как манная каша, да, вечный комочек. Миксер. Да ну, не люблю я миксер, я ручками… Где мы делаем? Здесь или там подача? Где вам удобнее? Давайте вот здесь. Давайте вот здесь. Давайте вот здесь. А я буду жарить пар. Включаю вам плиту Ханса. Так, сливочное масло. Сливочное масло. Пару ложечек. Кашу масла. Ну, вот так вот. Вот так вот. Вот так. От души. Пару ложечек называется. Да. Так, дальше. Мука. Мука. Прошу вас. Мука, 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 мука. Значит, муку я… ну, в общем, короче, я делаю так, как я делаю. И в книжке мы читаем, выбираем себе то, что нам нравится и то, что нам не нравится. Сейчас масса должно растаять полностью. Ну и вообще, мы же сегодня готовим так, как вы любите это делать. Как мы строим дома. Вы делитесь своими секретами сегодня. Абсолютно. Вот что хотел спросить. Когда Юрий возвращается после спектакля, усыпанный цветами. Бывает, бывает. Любовью поклонниц. Не всегда, но бывает. Да. Как вы его по-особенному как-то встречаете дома? То есть человек должен отдохнуть, прийти в себя после спектакля, отдал же эмоции все. У меня Юра… Не знаю, чем это связано. Вероятно, с большим уважением, вероятно, ко мне. Я вообще дома муку стараюсь процеживать, но я думаю, что она у вас… Ставим по чуть-чуть. Давайте, давайте, променял. А можно сделать поменьше огонь? Извините. Конечно. Да. Делаем поменьше. Средненький такой, да? Да. Чтобы оно не это вот. Ставьте огонь, давайте его мне. Дим, берите молоко. Оля, сейчас приклась. Сейчас, подожди, сейчас процесс пойдет. Чуть-чуть вливаем. Так. Чуть вливаем, да. Чуть-чуть, все. И пока все. Все. Значит, смотри. Да. Дело в том, что Юрка у меня такой… Как вам сказать? Какой я? Он не хочет нас грузить. Вот он… Дима, молоко далеко не страшно. Да, 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 да. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Давайте. Вот так. Вот я чувствую, как в семье команды. Он никого не грузит. Вот он пришел, у него есть… Ну, как бы вот он… Свой маршрут. У него есть, да, свой маршрут, по которому желательно не попадаться. Вот. Это ванная… То есть, после спектакля на глаза не надо? Да. Нет, можно. Обязательно. Нужно. Обязательно встретиться. Но после того как? Димочка, наливаем еще чуть-чуть. Спросить, как… Спросить, как пошел спектакль, был ли народ, как принимали. Вот. Потом моча, он идет в ванную. Я даже в последнее время, скажу честно, перестала что-то разогревать, потому что пока я это все разогреваю, пока он… у него свой маршрут, он его выполняет, оно все остывает. И он еще раз его греет. Поэтому, для того, чтобы не греть сто раз одно и то же блюдо, короче, он приходит, сам все готовит, сам все кушает, и все. Так. Кстати, вот, Юрий, насчет ванной, я же вообще заметил, что для мужчины ванная комната – это место, где можно побыть наедине со своими мыслями. Льем, льем, льем. Льем, льем. Да, все. Это репетиционный, я бы еще сказала, репетиционный кабинет. Что наша жизнь… Ну, типа… Игра… Спокойно. Вы знаете, говорят, что в понедельник слово «игра» заменяется на другое, более негативное слово. Ну, все плохо в понедельник. Что наша жизнь… Да. Хорошо. Беда. Беда. Дима, стоп-стоп, стоп, чуть-чуть больше огончик. Можешь сделать? Да, конечно. Чтоб оно начало булькать, я не могу понять, оно там… А у меня понедельник… Выходной. Выходной. Вот везет. Вот у театрал сразу понятно, понедельник – день хороший. У нас и тут тоже не совсем совпадает. Зато суббота-воскресенье у него рабочие. У них суббота-воскресенье они отдыхают, начинают, а у меня, как правило, спектакль. А как вы вообще вместе отдыхаете? Вот, вот, вот. Выкраиваем. Выкраиваем. Минутки, выкраиваем дни. Поэтому отдыхать у нас не получается. Тогда у меня нет спектакля и воскресенье, а это праздник. Мы обязательно стараемся его просто использовать. Да, обязательно. Либо позвать к себе, либо мы кому-нибудь из гостей. Обязательно. Которые мы тоже встречаемся не так часто, как хотелось. Либо в семье что-нибудь устраивать. Опять же. Ну, к примеру, энное количество времени назад, я знаю, что так совпало, да, что у вас совпали выходные и в квартире начался ремонт. Ой. 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 Ой, маман. Ой. Я вас умоляю. И напоминайте за это слово. Я вас прошу. Вы семья дружная. Сколько раз за это время хотелось воткнуть в друг друга, ножи сжечь, скинуть с балкона? Уж просите меня за такие грубости. У меня было чаще, мне кажется. Нет, ну потом выровнялось. Но это вот по началу. Когда мне объяснили, Оля, что это нормально, что психологи даже рекомендуют перед тем, как расписаться, поклеить обои. Хорошечко поругаться. Поклеить обои. Поклеить обои. Да. Димочка, еще. Еще молоко. Мы это молочко, начиная загусевать соус, поэтому пока все. Все. Он же велют, кстати. Он же бешамель. Так, с собой разобрались. А вообще, как вы считаете, отношения это должно быть что-то вот такое вот легкое или все-таки это постоянная работа над собой, над партнером? Мы ищем легких путей в жизни. Мы должны всегда что-то преодолевать. Как только какой-то вопрос такой кучерявый, я сразу начинаю готовить. Дима, сюда нужно подсолнечное масло. Я понял. Сюда нужно подсолнечное масло разогреть. Ага. А если не подсолнечное? Слушайте, я что-то понимаю. Лишним в вашей семье. Дело в том, что здесь надо много подсолнечного масла. А в эти три капли этого, вот это вот, это что за фарш, кстати, ребятушки? Это смешанный. Ну да. Смешанный лучше, чем. Кстати, а я знаю, что у вас семья с именем Дмитрий вообще связана? Да. Но Ольга же Дмитриевна. Я же Дмитриевна, да. У меня брат. И папа Старца Небесного был тоже Дима. Как часто скажите, Юрий, вас нароком Димой называют? А я еще Димой называю. Да, у меня еще мой коллега по работе. У нее мой коллега по работе Дима, поэтому я по вечерам тоже Димой. Дима. Дима. Еще молочко. Хорошо. Раньше я была даже как-то Викой была, периодически Викой была. А жизнь актера должна быть разнообразной, правильно? То есть роли должны быть разные. Поэтому я уже на это не реагирую. Нормально. Нормальное явление. Про роли и так далее. Есть любимые? Любимые? Да. Вот так, чтобы вот где-то здесь. Есть, конечно. Ну, вообще, роли, которые делают, говорят, как дети, мы живем. Взращиваем. Мы с ними живем с этими персонажами. Они как-то входят в твою жизнь. Там он вреется, Дима, да? Нет. Это монолог. Это монолог. Встревать нельзя. Сорри, ссорри. Причем, действительно, Ольга, Юрий так задумчиво шоу. Я пытаюсь рассказать, что это такое. Это же как дети. И тут вы со своим каким-то маслом. Вот так я живу. Понимаете? Хорошо, прощения. Соль. Соль. Да. Ну, так, наша жизнь перемешана поэзия. Да. Ну, никуда нигде не си. Вот поэтому, конечно, есть. Ну, не буду скрывать, конечно, это спектакль. Бал господний. Угу. Гартинский, который в этом году, в марте, буквально 18 марта. Угу. То есть на днях совсем. Будет спектакль, да. Юрий, если, кстати, говорить о вашей театральной деятельности, я знаю, что когда-то давно вы работали, цитату, просто для меня такое очень непонятное слово, в хозрасчетном театре. Ну, боже мой. Что это вообще за понятие такое? Где вы откопали эту информацию? Вот так уж получилось, наткнулся. Что это такое? Вы не знаете, что такое хозрасчетное предприятие? Ну, как нет? И как ты вообще к театру? Это предприятие, которое само себя обеспечивает. Угу. То есть сколько зарабатываю, столько вот я тут и… Мы продавали сами билеты, и сами вот как бы эти… Это была наша зарплата и все остальное там, что покупали. Ну, это было недолго, это же был 90-й год, я закончил институт. И как раз это было время, когда все менялось, рушилось, было непонятно вообще что. Хотя, вообще, по идее, я должен был возвращаться в мою родную Дрокио и работать там, потому что я поступал с направлением, и я должен был вернуться туда, чтобы работать в ДК, в Доме культуры, вести самодеятельный театральный коллектив, как у меня написано в дипломе. Я режиссер самодеятельного театрального коллектива. У меня такая профессия. Так получилось, что в театр Чехова тогда было попасть достаточно непросто, потому что штат был заполнен. Служие ты имеешь в виду? А? Ты имеешь в виду на службу? Вот. А тут опять же, в 90-е годы, и был такой поток, несколько артистов сразу уехали из страны. И освободились места, и надо было кого-то вводить на роли. Надо было срочно даже там, ехали куда-то на гастроли. А мы приходили, мы там знакомились с артистами. И нас взяли, в общем-то, троих. Я, Олег и его супруга Таня. Нас взяли даже без прослушивания, потому что надо было срочно. И вот с 91-го года так вот мы попали. То есть, получается, в этом году 25 лет? Вы не посчитали, да? Я не считаю. 25, да? 25. У меня юбилей. Так, хорошо. Давайте вернемся к нашей кулинарной составляющей. Давайте. Веща мэри готова, закипела. Я его подсолила, просто пускай оставает. Ага. Сейчас что-то сделаем. Что у нас с лучком? Ой, сори, сори. Тут, наверное, побольше. Нет, оставляем здесь. Или здесь можно выключить. Да, хорошо выключаем. А вот жарим лучок. До какого состояния? Я жду, когда он подрумянится. Я жду, когда он подрумянится. Начнет дымиться. А он все что-то бледный какой-то у нас. Я чувствую между вами конкуренцию в плане готовки. Опа. Да, Юрий так. Сыстры, пока он начнет дымиться. Дима, я скажу так, у нас на кухне, если Юра готовить, я должна уйти на то. Должна ориентироваться. И наоборот, желание. Так, ну что ж, пришел тот момент, когда можно и фарш отправить. Я думаю, что уже можно, хотя дома я бы просто… Ой, я люблю. Такой более обжаренный лук, да? Да, более обжаренный. Хорошо. Ольга, раз мы разговариваем сегодня о такой творческой составляющей вашего супруга, вот есть ли ваши любимые роли у супруга? Да. Конечно, я люблю его все роли. Но есть любимые. Вы ходите на все спектакли? Ну, нет. На все не получается просто. Почему нет? Ну, в смысле, на каждый спектакль? Не на каждый. Ну, а… Но на премьерные. На Денского, например, она приходит практически все. Спектакль, который заставляет думать и… И посмеешься. Ну, я могу поплакать. Вот потому что человек такой эмоциональный. Мне нравится спектакль «Рапоминальная молитва». У Юры там работа тоже очень хорошая. Это же спектакль, кстати, который идет в 25 лет? Уже больше 25 лет, да. Для вас как-то супруг открывается по-новому вот в каких-то спектаклях? То есть, было ли, что он продемонстрировал вам какие-то свои черты характера, которые в личной жизни не показывал? Вообще, я вам скажу, что каждый спектакль у всех актеров, и у Юры тоже, он у всех разный. Вот чем отличается… Знаете, как вы на Раневской говорили? Орловой, по-моему, смотрелось 7 раз там какой-то фильм. «Вы сегодня играли гораздо лучше». Фильм. Фильм, да. Вот, это, это, как бы, такой… «Весну, вы сегодня играли гораздо лучше». Вот, а вот у актеров как раз на самом деле каждый театральный спектакль, он у них новый. И сколько раз ты не будешь ходить на этот спектакль, ты обязательно найдешь, увидишь, слышишь какие-то нюансы, те, которые ты раньше даже не обращал на это внимание. Я вот уже сколько раз «Веркинского» смотрела, вот за 10 лет, да, вот уже 10 лет в этом году, как идет спектакль, я практически на каждом была, я каждый раз, вот я не лукавлю, не могу упасть, не люблю врать вообще, это у меня в природе, к сожалению, вот может быть. Специи, все, что есть специи, вот это… «Импирь не надо». Беру вот это вот тут все. Да, это такая смесь для мяса. Да, в силу того, что… Ну, я люблю, чтобы были специи. Можно ставить сюда томат-пасту, я не ставлю томат-пасту. И тогда будет лажание красное, можно даже свежие томаты. На любителя. На любителя, я как-то пробовала и томат-пасту, но мне что-то не понравилось, не знаю. Вот я делаю такой вариант, упрощенный. Я тебе зеленушку добавляю. Да, но потом, сейчас когда бузарится все. Поэтому за все десять лет, что я была на спектакле, каждый раз, он каждый раз другой. Ну что ж, дорогие друзья, у нас пока дожаривается фарш, вы смотрите короткую рекламу. Дорогие друзья, в эфире третья, заключительная часть программы «Азбука вкуса». У нас в гостях по-прежнему театральная режиссерская чита Ольга и Юрия Андрющенко. Дорогие друзья, мы готовили лазанью. В принципе-то, мы дожарили фарш, у нас готов соус бешамель. То есть, ну можно еще все это воссоединять уже. Абсолютно. Да, теперь уже творческий процесс начинается. Грызнули маслице и просто берем лавашку. Да, надо терять сыр. А я займусь вот этим любимым Якитори. 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 Вы хвастаетесь познаниями в японском? Да. Ну так, на досуге, свободное от театра время, я изучаю японский. Да, к слову про кухню. Опять же, я вспомнил одну такую интересную историю. В одном из интервью, Юрий, вы заявили, что супруга вас прикормила маленькими пиццками. Было, было. Да, было, было. Она сама их что-то там выдумывала с разными начинками, с какими-то там рыбные, мясные. Вот они, правда, были такие маленькие. А я всегда был голодным. Вот, и она это все приносила в каких-то пакетиках, в каких-то судочках. Да, что забавно, что также вы в интервью сказали, что после того, как заполучила вас Ольга, больше не готовила. Я такое сказал? Да. Нет, я такого не говорил. Нет. Расскажите, у нас нет шпажек поменьше? Нету. Можно, в принципе, их обломать. Вот я тоже думал, что это будет. Ну, смотрите, в принципе, они просто должны быть по диаметру сковороды, чтобы это сюда умещалось. Поэтому, ну, придется... Ольга, вы заметили, как Юрий ушел? Как-то ломать. Это я все замечаю. Я просто умная женщина. Ну, я молчу, как рыба. Я не знаю, я не мог такого сказать. Я не знаю, почему, где это не слышали. На самом деле, все в порядке. То есть, готовит она эти самые пистки? Единственное, что она не готовит в последнее время, это фаршированную рыбу. А какую обычно вы фаршированную рыбу готовите? Мы готовим. Меня научила тетя Паша Шинкарюк, а ее научила ее... Мадам Шер. Да, ее свекровь. Мадам Шер. Национальное блюдо. Это инвестор национальное блюдо. Фаршированная настоящая фаршированная пища. То есть, именно как полагается. Традиционный, правильный. Ну, вот так она меня научила. Я вот вижу фаршированную рыбу как бы в другом виде. Прям рыба, рыба. Это очень красиво, с головой, с такими делами. Да, кстати, не целая она была. Здесь она делается по-другому. Просто снимается с... В общем, там длительный процесс как-нибудь. Через годик мы к вам придем, и я вам покажу. Да, и я вот мечтаю вот этот фаршированный фиш еще раз вкусить. Ну, на него нужно... Время надо на него. Просто время. Потому что на него действительно ходит много времени. Почему оно такое и считается дорогим блюдом? Потому что... Ольга, ну вот смотрите. В этом году 25-летие театральной деятельности Юрия. Ой, неправильно. Мне кажется, ну все-таки надо приготовить бы все-таки это все. Вот. Ну, у нас... Десятилетие Вертинского. 25 лет творческой деятельности. Посмотрите, сколько круглых дат. О, вообще. У нас главный по... Спасибо вам, что вы вышли. Юрий Николаевич, что поделитесь? Хорошо. Смотрите, Дмитрий, я вас не вижу, Юрий Николаевич. У нас главный по приносу продуктов это Юрий Николаевич. А, то есть, как принесет, так будет. Вот что принес, вот то и ешь. Понимаешь? Насколько заработал, настолько и поел. Кстати, опять же, возвращаясь к театральной деятельности. Какие спектакли на подходе? На чем сейчас работают в театре? Расскажите об этом. Значит, я хочу сказать, что совсем недавно, в начале ноября у нас состоялась премьера спектакля под названием «Забыть Герострата». Пьеса Григория Горина в постановке нашего режиссера Ильи Шатца. Очень, на мой взгляд, спектакль стоящий того, чтобы его посмотреть. Спектакль, хоть и написана пьеса в 73-м, если не ошибаюсь, году, но это настолько сегодня актуально. А события происходят более двух тысяч лет назад, когда известный человек по имени Герострат сжег одно из чудес света храм Артемиды. Ну, в принципе, история такая. Всем известно. История вот эта. Вокруг этой истории, в общем-то, там разворачиваются все события. Вот. И люди, которые приходят, они даже говорят, а вы не боитесь, потому что как-то так получилось, что и персонажи очень узнаваемые. Сколько лет не прошло, ничего не меняется. Абсолютно. История нас ничему не учит. Не улучшится человечество на своих ошибках. Не улучшится. Вот в плане того, что, извините, ничего не меняется. Я всегда вспоминаю фильм, если не ошибаюсь, «Москва слезам не верит», когда, ну, что в мире? Стабильности нет в мире. И действительно, сколько лет прошло, по-прежнему, стабильности нет в мире. Ну, да. А на подходе сейчас, ну, это вот из последних премьер, и я там участвую. И, кстати, работа, которая мне там досталась, она такая роль, о которой нужно мечтать. Вообще, уже к слову, если там заговорили о моей профессии, я… Для меня моя профессия – это вот не просто там выйти на сцену и что-то там… Чтобы на тебя посмотрели, что-то… Сказать. Сказать себя или развлекаться или что-то. Для меня сцена, ну, пускай это звучит пафосно несколько громко, для меня сцена – это трибуна. Это такая возможность, которая, кстати, не каждому дается, не в любой профессии есть такая возможность. Вот сказать со сцены людям то, что тебя беспокоит, то, что… Рассказать о проблемах глобальных, о проблемах внутренних, о проблемах мира. Людям показать эту действительность, которая есть, рассказать об этом. И это все через классический традиционный текст, который, в принципе, и так… Текст, который написан, конечно, но ты же его произносишь… Персонализируешь, шельцотворяешь. Произносишь, конечно, и он должен дойти до слушателя, дойти до ушей тех людей, которые туда приходят, чтобы они пришли не зря, что-то вынесли для себя. Вот, ну, пока получается, на самом деле. Вот, у меня в этом спектакле роль судьи, который хотел, чтобы все было по закону, но, к сожалению, события сложились иначе, чем… Ну, я не буду рассказывать себе фабулы, лучше прийти и посмотреть. Мы, кстати, играем его 27 марта в день театра. Так что, друзья… Скоро еще один праздник, кстати, повод еще один для фаршированного пища. Так что, друзья, 27 марта, 27 марта, все в театр Чехова смотреть замечательный спектакль про наши дни. Не важно, 2000 лет назад это произошло, до сих пор актуально, обязательно посмотреть надо. Так, я так подозреваю, Лазанье у нас уже почти готово. Да, значит, что я сделала. Каждый… я беру… лавашек беру как бы в два листа. Ага. Каждый лавашек я перемазываю это, это и сыр. Если нет сыра, можно без сыра. И потом опять два сыра. Лучше с сыром. Ну, естественно. Поскольку было заявлено блюдо, что это… Как ты сказала? Среднебюджетное? Дима, малобюджетное. То без сыра, да. Значит, вот и все. Теперь верхний слой. Просто мажу… Соусом бешалым. Соусом, да. Кстати, потом это шоу уж прекрасненько можно в какое-то блюдо другое использовать, если он остается. Я не жалею, потому что я люблю, чтобы оно… Если некому подъедать… Да, у нас, Юра, главный подъедальщик. У нас ничего дома не продается. У нас если стол… А что из-за ней подъедать? Да, кстати, я подъедаю, да, чтобы… Дима, я просыпаю сыром и в духовку на 15-20 минут на горячую в духовочку. Дима. А у нас действительно уже практически прогрета духовочка. Разрешите, пожалуйста, я все это отправлю. Отправляйте. Так, все. Все. Отправили, оставили на 20 минут. Да. Юра… Да. Я китой. Спасибо. Я как раз не знал уже, как в очередной раз спросить, как это слово правильно звучит. Да, наливаем сюда маслица. Побольше или на тоненько? Побольше. Хорошо. Насколько мясо постное, сухое, поэтому можно вжать. Угу. Надо… Тоже секрет грудинки приготовления, но я думаю, что это знают многие все, его нельзя пережарить. Угу. То есть, я думаю, вы скажете, что чем побольше масла, тем вкуснее будет грудинка. Я вспомнил уже эту старую шутку, не жалейте евреи заварки. Да, 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 да. Ну, и это тоже, ну, все в меру должно быть. То есть, ее надо очень быстро обжарить, сейчас это хорошо разогреется и буквально там минутку-минутку с двух сторон, а потом вы будете все это тушить. Вот эту штуку мы не выливаем, оставшийся маринад, и потом зальем сюда и протушим. Ага, то есть, оно после того, как обжарится, еще и тушится. Мы будем такое тушить. У нас уже готово мясо, Юрий? Якитори. Якитори. Спасибо. Я никак не могу запомнить. Так, значит, ну, все, уже протушилось оно немножко, да? Да, да. Все, вот так вот оно, друзья, выглядит. Мне кажется, что порция из вот таких вот трех шпажек даже на взрослого мужчину вполне, более чем. Тем более, что у нас же еще и лазанья есть. Как она у нас получилась? Сейчас давайте поглядим. Да. Все, все, отлично. Все, готово. Она запеклась. Ольга. Да. Взгляните своим взглядом. Супер. Все хорошо. Супер, отлично. Так, все, оп. Отлично. Картинка то, что надо. Да, все. Достаем ее, кладем. Ее можно будет в принципе уже нарезать. Это вишу. Юрий, я вот о чем хочу вас попросить в завершении нашей программы. Чтобы вы сейчас всех наших зрителей пригласили на юбилей спектакля по Вертиновкам. Я приглашаю и вас приглашаю. Спасибо. И вас приглашаю. Всех. Кому интересно творчество Вертинского, кому интересно живое исполнение музыкальное. Приглашаю 17 марта в четверг в 18.30 посетить театр Чехова в Верхнее Фае спектакль «Александр Вертинский. Бал Господень». Я буду очень-очень всем рад. Ну что ж, огромное спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, за то, что показали вот такие вот интересные блюда. Ну и слово уже, которое я запомнил. Якитори, да. Якитори. Ну что ж, спасибо вам огромное и дальнейших прекрасных совершений как в театре, так и дома, так и на кухне. Спасибо. И вам спасибо. Прямо аппетит. Спасибо. Ну а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся ровно до следующего воскресенья. Увидимся в программе «Азбука вкуса». Пока. Спонсор показа – торговая марка. Ханса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова